Приседания со штангой – одно из лучших упражнений для набора мышечной массы нашего тела. Во-первых, они имитируют обычные ежедневные шаблоны движения. Каждый раз, когда вы садитесь на стул, а затем встаете, ваше тело совершает движение приседания. А во-вторых, наряду со становой приседания – это лучшие упражнения для повышения уровня тестостерона в нашем организме. Фронтальные приседания – это отличная разновидность приседа, которой можно дополнить вашу тренировочную программу. По моему глубокому убеждению, как тренера с большим опытом работы, эта разновидность приседаний подходит для всех. Но наибольшую пользу от их выполнения могут получить следующие категории посетителей тренажерного зала. Первое – для тех, у кого проблема с поясницей. Если вы в настоящее время страдаете от боли в спине или у вас когда-то были травмы спины, приседать очень рискованно. Угол давления на спину плюс риск округления спины на последних повторениях имеют большое значение. С другой стороны, фронтальные приседания заставят вас держать в идеально вертикальном положении вашу спину. Если вы наклонитесь вперед, штанга упадет. Также верно, что при фронтальных приседаниях большинство людей не могут поднять вес. Которые они используют в классических приседаниях. Для тех, у кого проблемы со спиной, это идеально. Приседания с меньшим весом не будут так сильно сжимать позвоночник. Второе – для высоких людей. Имея длинные ноги, часто очень трудно поддерживать их в надлежащей форме. Часто высокие люди вынуждены приседать в широкой стойке, чтобы оставаться сбалансированными. Фронтальные приседания, как правило, гораздо больше подходят для тела с более длинными конечностями. Потому что вам не придется подаваться вперед. Третье – для тех, у кого огромные ягодицы. У вас уже есть пара шаров для боулинга вместо ягодиц. Если это так, приседания обоюдно острый меч для вас. Вы, наверное, поднимаете серьезные веса, но ваши квадрисепсы всегда разделяют работу с вашими ягодицами. Фронтальные приседания гораздо больше внимания уделяют квадрисепсам. Это то, что вам нужно. Они позволяют попадать точно в цель без дальнейшего увеличения ягодиц. Четвертое – для тех, кто устал от классических приседаний. Вместо того, чтобы отдохнуть от приседаний и просто делать жим ногами, сделайте фронтальные приседания. Движение может быть неудобным поначалу, но после нескольких тренировок вы будете чувствовать себя так же естественно, как при классических приседаниях. Кроме того, они стимулируют ваши ноги по-другому. Вы обязаны увидеть прогресс. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok